Сообщение пришло от Сергея. Как принять своего сводного брата? После смерти отца мой сводный брат передал мне письмо, где папа пишет, что я должен прислушиваться к нему. С той семьей отец почти не жил, но, видимо, ценил своего первого сына больше меня. Мне очень тяжело от этого. 24 года Сергею. Спасибо вам, Сергей. Сергей, во-первых, это ваш брат, и хотя он и старший, но он из другой семьи, вы практически на равных. То есть вы имеете право слушаться его или не слушаться. Однако, если вы сами не слышали из уст своего отца, что надо прислушиваться к сводному брату, вы свободны от этого наставления отца. Потому что, кто знает, что имел в виду отец, буквально ли он произнес это, а ваш сводный брат так ли услышал. Поэтому здесь вы свободны, Сергей. Но в то же время, ваш сводный брат – это тоже продолжение вашего отца. То есть вы своего отца можете лучше понять, если будете стараться понять своего сводного брата. И он сможет лучше понимать своего отца через вас. Вот так разговор с ним и построите, или предложите ему послушать вот этот ответ на ваш вопрос. Мой ответ. Потому что вы друг в друге нуждаетесь. Полностью отец живет не в нем и не в вас. Он и в нем, и в вас. Поэтому характер вашего сводного брата отличается от вашего. И в этом есть какая-то часть отца. Но ваш характер другой. Поэтому ваш отец через вас не проявляется так, как в сводном брате. И вы можете друг друга дополнить. Поэтому прислушиваться нужно и вам к нему, и ему к вам. Надо регулярно общаться с Сергеем, со сводным братом, чтобы просто понять его, что он за человек. Понять, что он думает о своем отце, что он помнит. И какие выводы он сделал. И те наставления, которые он помнит. Вы можете это оценить, поразмыслить над этим. Расскажите ему о своем отце, о его наставлениях, что вы помните. И таким образом вам необходимо сформировать некий образ, который вы совместно поняли, осознали. И теперь понимаете, вот что отец хотел нам дать, передать.